Здравствуйте, Руслан. Сейчас у нас в гостях в мобильной студии глава Евразийского банка развития Андрей Биллианинов. И мы поговорим сегодня не только о деятельности банка, но и о деятельности Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Давайте начнем с того, что был создан Совет по цифровой экономике и интеллектуальной собственности. Расскажите, в чем была основная идея и кому пришла в голову идея о интеграции евразийских народов? Наверное, следует сказать о том, что помимо той должности, о которой вы сейчас упомянули, у меня есть общественная должность. Я генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии. И вот в формате вот этой общественной организации был создан Совет по цифровой экономике. И вот все, что касается сейчас сверхмодного платформ, блокчейн, криптовалют и так далее, и так далее. Это создано на базе интересов многих людей, живущих в странах Евразии. И люди простые хотят понять, что же это такое. Потому что вдруг неожиданно это слово стало сверхпопулярным в цифровой экономике. Это его не было, не было. И вот за последние полтора-два года мы без нее жить уже не можем. Вплоть до того, что в России планируют создать министерство цифровой экономики. Вероятно, это войдет в состав нового правительства. Но осталось ждать не так долго, посмотрим, поживем, увидим. А это была инициатива людей, что называется, снизу. И они предложили создать такой совет, чтобы попытаться разобраться, что же это такое. Хорошо или плохо, в конце концов. Потому что многие считают, что это связано с причудленной формой мошенничества. Некоторые считают, что это самые передовые технологии, которые переживут. Сегодня президент Казахстана Нашултан Абишович Назарбаев говорил о том, что, наверное, и банки скоро станут другими. И, может быть, и деньги будут в иной форме. Такая многовекторность, такое количество мнений, наверное, и привело к созданию этой платформы. В любом случае, там сейчас собираются люди, как профессионалы, так и просто любопытствующие. Те, которые с оптимизмом глядят в будущее и наверняка желающие, и заработают денег на вот этом движении. Ну, а перспективы, ну, как что-то новое. С одной стороны, поживем, увидим. А с другой стороны, есть такое выражение, высказывание, что всякая мысль рождается, как ересь, а умирает, как предрассудок. Вот сейчас мы где-то находимся в начале вот этого пути. Ну, вот будем надеяться, что это не принесет зла и каких-то неприятностей простым людям. Андрей Юрьевич, вот вы сами уже завели эту речь про блокчейн, криптовалюты. Вот буквально вчера вышла новость о том, что японский банк, Mitsubishi Financial Group, собирается создать криптовалюту. В то же время, допустим, в Южной Корее, в принципе, вообще запретили отощение. Яндекс хочет создать, другие платформы хотят создать. Вот обращение с криптовалютой, то есть они боязно относятся пока к этому. Хотя, казалось бы, Южная Корея, передовые технологии, цифровой мир, это все им близко и знакомо. Вот вы, как банкир, как вообще относитесь к идее о том, что криптовалюта – это будущая валюта всего мира? И насколько вы считаете реальным, что эта валюта придет в страны ЕАЭС? Вот когда? Или нам об этом даже не стоит пока как бы заботиться, задуматься? Ну, к слову, не стоит говорить, это уже, наверное, неправильно, раз об этом все говорят. Хотя, во многом, то, что сейчас является как бы новым, очень много старого. Это уже было в истории человечества. И даже если мы посмотрим конец 20 века, вексельный оборот можно назвать своего рода криптовалютой. Тоже ходили деньги, но в виде вот такого рода ценных бумаг, векселя. И они служили формой расчетов, потому что это был период невыплат, зарплат, дефицит бюджета в странах, которые образовались после распада Советского Союза. Это тоже своего рода была платформа блокчейн, но только она называлась по-другому. То, что касается деятельности банка, которую я имею честь возглавлять, ну, как любой банкир, прежде всего, самый консервативный подход. Нам акционеры доверили свои деньги, и мы не можем, не имеем права, я считаю, заниматься каким-то авантюрными или непроработанными технологиями. Поэтому мы со вниманием смотрим за происходящим, изучаем, изучаем опыт, посмотрим, к чему это приведет. Потому что погоня за сверхдоходами – это не наша задача. Наша задача все-таки заниматься интеграционными процессами, речь идет о Евразийском банке развития. Наша задача – отслеживать, финансировать, развивать инфраструктурные проекты, всячески способствовать развитию экономики стран наших, учредителей. Были созданы Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Россией. И, конечно, вот это для нас является первостепенной задачей. Ну, а те процессы, о которых мы сейчас с вами говорим, начали наш разговор, но мы принимаем участие в семинарах, мы даже сами о чем-то говорим и выступаем. Но вот на платформу нашего банка перенести, мне кажется, это преждевременно. Хотя говорят, говорят, что было бы неплохо, допустим, если бы Евразийский банк развития, который можно было бы рассмотреть как, может быть, центральный банк таможенного союза или нашего ЕАЭС только без права денежной эмиссии, он бы мог стать центром расчетов. Я считаю, что это не совсем плохая идея. Но с применением криптовалют я бы пока воздержался. Отдал бы все-таки предпочтение российскому рублю. Потому что вот мы сейчас видим, как формируются заявки на инвестиции с нашими партнерами, приходят в банк. Многих интересует национальный валют. Прежде всего, российский рубль, казахский тенге. И вот с учетом тех санкций, тут все одно с одним связано, понимаете. Тех санкций, которые применяются к России, применяются к Китаю, мы могли бы говорить о том, что это не криптовалюта. Российский рубль вполне мог бы стать единой расчетной единицей. Вот на нашем пространстве, это было бы комфортно всем. И это не отразилось бы на таком параде суверенитетов. Здесь кто-то умнее, кто-то главнее. Это просто объективно, что сейчас мы к этому подошли. То есть вы считаете, что в будущем у страны ЕС есть такая возможность, что они перейдут к денежной единице общей. И это и потенциальным может стать именно рубль. Да, я считаю, что это было бы объективно и правильно, и выгодно участникам бизнес-процесса. Потому что мы по роду деятельности нашего банка оцениваем кооперационные связи между предприятиями наших стран. Мы видим, насколько тесно идет взаимоприкновение нашей экономики. Большинство мы отмечаем рост товарооборота между нашими странами в формате нашего объединения интеграционного. Ну, таможенных барьеров нет, и, конечно, это способствует увеличению такого рода связи. Казахстан демонстрирует очень такие приятные темпы развития экономики. И вот мне представляется, что поскольку он не является жертвой непродуманных действий, то есть он не попал под санкции, и не надо, чтобы это никогда случалось, но Казахстан сейчас становится привлекательным и для инвесторов, потому что ряд банков международных из России уходит, но это были их осознанные решения. И они очень внимательно, посмотрев на Казахстан, переключают свою деятельность на развитие казахской экономики. Ну, и я думаю, что это будет очень правильно. За счет такого рода изменения вектора его надо поймать в свои паруса, подумать об изменении структуры экспорта, тем самым получив еще дополнительный импульс к развитию экономики Казахстана. В нашей деятельности, деятельность нашего банка, наш портфель инвестиционный на Казахстан в 2017 году составил 42%. Сейчас, по текущей деятельности, мы отмечаем, что очень высокая активность казахских бизнесменов, они обращаются к нам с самым разным родом проектами, немало очень привлекательных. И вот мы на сегодняшнем форуме подписали несколько основоплагачьих документов, на основании которых мы будем делать очень серьезные инвестиционные программы. А вот вы сами только что упомянули о том, что казахские бизнесмены, казахстанские обращаются к вам за финансированием. А какие это все-таки проекты? С чем приходят к вам в банк? И на что вы готовы вложиться? Что вам интересно? Мы готовы на все. Главное, чтобы это не было убытком для нашего банка. А если серьезно, то вот сейчас мы подписали меморандум о взаимодействии с восточно-казахстанской энергетической компанией. Речь идет о серьезной модернизации, потому что там немало устаревшего оборудования. И мы также понимаем, что новое оборудование будет приходить в немалой степени и из России. Мы готовы и будем финансировать и поставщиков этого оборудования, и, конечно, саму компанию, которая нуждается в такой роду модернизации. Помимо того, что это бизнес-процесс, это очень серьезная социальная ответственность, потому что это энергетика, это, в конце концов, свет в домах и квартирах людей. Поэтому это должно быть бесперебойно. И мои коллеги в восточно-казахстанской области прекрасно понимают ответственность по всей этой ситуации. Мы подписали сейчас также меморандум о взаимодействии в Казахтелеком. Речь идет о прокладке оптовлаконного кабеля на участке почти 700 километров. Мы пока параметры сделки еще не можем сказать, потому что до конца не обсчитаны. Но вот эти компании выбрали нас в качестве финансовых партнеров. Мы подписали меморандум, участвовать будем в модернизации дорог Казахстана. Ну, там цифры, это государственная программа, нас тоже пригласили в качестве финансового партнера. Там речь идет о 15 тысяч километрах. Ну, наверное, это очень большие деньги. И, условно, вот те проекты, о которых я сейчас сказал, вот эти же протоколы намерены подписали сегодня на нашем форуме. То есть вас интересует... Мы будем заниматься обязательно софинансированием, будем привлекать партнеров, будем работать обязательно с Банком развития Казахстана. Это наш партнер. И я считаю, что вот такого рода синдикация нам обеспечит успех. Ну, смотрите, вам интересны крупные проекты, да? Вы нацелены на крупные проекты не только в Казахстане, а в каких странах еще именно стран ЕАЭС? И вы можете рассказать о вот этой международной интеграции, на чем и пор все-таки происходит? Ну, я бы не сказал, что нас интересуют крупные проекты. Да, конечно, это очень почетно и ответственно. Ну, вот приходили наши коллеги из Чемкента. Они предлагают рассмотреть вопрос о строительстве аквапарка. Размер вложения в районе 10 миллионов долларов. Ну, наверное, это не инфраструктурный проект, но это же для людей, это же все очень важно. Это социально значимо, поэтому мы будем работать с такого рода проектами. Мы не должны отталкивать бизнесменов, которые рассчитывают на долгосрочные финансовые вложения. Им легче построить бизнес-план, им легче освоить вот эту ситуацию и, в конце концов, получить доходы от своего бизнеса. Так что я сейчас говорю о Казахстане, а вы говорите о других странах. Но в каждой из стран, входящих в таможенный союз, свой уровень развития. У нас и в России есть крупные проекты. Мы сейчас вот набрали некий потенциал инвестиционный в Армению. Будем заниматься не только гидроэнергетикой, будем... Наши партнеры планируют построить серьезный тепличный комбинат по производству парниковых овощей в расчете на российский рынок. Мы в Киргизии, у нас практически по линии банка, нет проектов, только мы взаимодействуем с российско-киргизским фондом. Но фондируем Халыкбанк, Киргизстан, Адилбанк. Ну вот, это наши несомненные резервы. А в Республике Беларусь, считаю, что это наш серьезный резерв, и мы недорабатываем. Потому что экономика Республики Беларусь тоже демонстрирует очень приличные темпы роста, нуждается в развитии инфраструктурных проектов. Мы вот в последнее время зашли несколько раз с нескольких сторон на такое серьезное предприятие, как БелАЗ. Я был очень приятно удивлен, когда узнал, что по 2017 году БелАЗ получил валютную выручку около 800 миллионов долларов. Ну, на мой взгляд, это очень серьезно. И БелАЗ занимает в мире, вот по своей номенклатуре, делит второе и третье место. Там три компании конкурируют друг с другом. Это Томацу, Катерпиллер, наш БелАЗ. Наш БелАЗ, конечно, нет. И вот здесь мы тоже активно с ним сотрудничаем. Последний контракт был подписан. Санкт-Петербургский завод «Звезда», поставка двигателей для БелАЗа. А БелАЗы потом идут в горнодобывающую отрасль в Казахстане. Ну, куда как. Ну что ж, да, спасибо вам за столь подробный ответ. Нам режиссеры подсказывают, что у нас заканчивается время, отведенное для нашего интервью. Я хочу вас поблагодарить за столь интересную беседу и пожелать успехов в развитии вашего дела, вашего банка. А я напомню, у нас в гостях в мобильной студии на площадке Астанинского экономического форума был глава Евразийского банка развития Андрей Беленинов. Продолжение следует...